Всем привет, мои дорогие зрители! Сейчас в этом видео я вам расскажу очень интересную информацию. Если вы ее не знали, то буду благодарен за подписку и ваш мощный лайк под этим видео. Итак, я вам покажу, как вы можете активировать экстренную помощь на своем смартфоне Xiaomi. В связи с нашими сегодняшними событиями, сейчас у нас эпидемия коронавируса, потом у нас начинается экономический кризис, повышается как следствие уровень преступности. Ну, ребят, вы поняли, что я конкретный оптимист. Поэтому эта функция, когда будет активирована, вы будете чувствовать себя спокойнее. Например, я это точно активирую. Смотрите, заходим в настройки, пароль безопасности, чуть-чуть ниже, экстренная помощь. Сейчас я вам покажу, как ее активировать и как она работает на практике. Смотрите, когда вы нажимаете быстренько 5 раз кнопку блокировки экрана, то вы активируете режим SOS. Вы включаете галочку напротив «Активировать режим SOS». Внимание, для нормальной работы режима SOS требуется хотя бы один экстренный контакт. Добавить. Сюда максимум вы можете добавить 3 контакта. То есть, 3 человека, которые получат от вас, в случае чего, сообщение о помощи с вашими месторасположениями, с вашими геоданными. Давайте, к примеру, я тут взял, как обычно, мамкин старый добрый телефончик. Сейчас я на этом примере вам покажу, как это все работает. Так, сейчас я выберу «Мама» галочку. Смотрите, здесь вы можете отправить сейчас сообщение о том, что в случае чего будет получена на ее телефон от меня экстренная помощь. Это я вам для примера показываю. Экстренный контакт. Один, максимум вы можете сюда добавить 3 контакта. Лучше троих добавлять, допустим, маму, папу, жену, дядю, мужа и так далее. Чтобы 3 человека одновременно получили от вас это сообщение. Потому что, мало ли чего, какая-то ситуация, этот человек вам в данный момент не может получить. А экстренная помощь такой момент, что его никто не ждет. Но из троих, возможно, кто-то, один, два, вам точно помогут и приедут на ваше месторасположение. Дальше. Мы это все дело активировали, добавили контакты. Представьте себе, что вы идете в ночном переулке, и тут сзади вас бандиты. Соответственно, если вы возьмете телефон и начнете звонить, то они это увидят, пресекут и сразу же начнут за вами бежать. И, в общем, отберут телефон, документы, деньги и все остальное. Поэтому это очень опасно. Вы идете, подметили что-то опасненькое, нажимаете просто-напросто 5 раз кнопку блокировки экрана. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, активируется у вас вот такой момент. В кармане бандиты это не заметят. Они, главное, вам не подавать виду о том, что вы их заметили. Включился режим SOS. Вот. Кстати, важный момент, чтобы у вас на счету были денежки. Вы, когда включаете этот режим, то отправляется смс-сообщение на телефон. Если у вас нет денег, то режим SOS вот так вот будет постоянно висеть, и никакого режима SOS ваши контакты не получат. Поэтому очень важно, чтобы были денежки. В общем, я уже отправил это сообщение. У нее, так как телефон туповатый чуть-чуть, конечно, но что с него взять. Он немножко с опозданием задерживается. Вот, допустим, сынок, пришло сообщение. Вы мой экстренный контакт, мне нужна ваша помощь, вот мое примерное место расположения. Человек нажимает, примечание данным будет разновляться в режиме реального времени, пока активен режим SOS. Вот, видите, этот режим SOS будет активен очень долго. То есть вы будете убегать куда-то, отдаляться, и данные будут постоянно обновляться. Это очень классная фишка. Человек просто сюда нажимает, ваши родственники или кто-то другой, и тут он должен нормально активироваться, показаться место расположения. Ну, так как телефончик старенький, я вам серьезно говорю, с опозданием работает. Видите, он даже не может никак нормально обновиться. Но я уверен, если вы отправите на нормальный телефон с нормальным интернетом, который быстро все будет работать, в этом случае все будет активно и четенько. Поэтому, ребят, советую вам активировать этот режим прямо сейчас, незамедлительно. Ребят, вот такое получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, если вы не знали, то буду благодарен за подписку и лайк от вас, очень приятен. Спасибо всем за внимание, всем успехов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok